В Магнитомырске продолжает свою работу 11-й международный фестиваль оперного искусства «Вива-Опера». Решив немного расширить его рамки, в этом году организаторы устроили для приглашенных солистов творческую встречу со студентами МГТУ. Темой разговора стал рецепт успеха, которым попросили поделиться каждого гостя. Участниками встречи стали солисты из Италии и Южной Кореи, которые накануне блистательно выступили в фестивальных спектаклях «Паяца и регалета». В зал все гости вошли с георгиевской ленточкой на груди, заявив, что приближающаяся 9 мая считает одной из знаковых дат в истории не только России, но и мира. Возвращаясь к теме встречи «Рецепт успеха», организаторы мероприятия отметили, что выбрана она не случайно. Ведь у каждого из гостей за плечами множество побед в престижных международных конкурсах, открывающих возможность работать на лучших сценах Европы. Отметив, что все солисты весьма привлекательные, студенты поинтересовались, насколько важны в их профессии внешние данные. Хороший голос может преобразить любую внешность, здесь главное другое. Оперный солист не профессия, это образ жизни, когда понимаешь, что только так и никак иначе. Это огромная вера в это творчество, которое заставляет каждый день работать над собой, над голосом, идти вперед, чтобы добиться новой роли, вне зависимости от того, маленький это театр или большой. Но такая преданность не всегда гарант успеха не унимали студенты. Их интересовало, не было ли у гостей искушения сократить фут к славе, воспользовавшись связями. Многие люди, конечно же, мы знаем, что используют именно отношения личные, но знаете, что они все равно несчастны. Они несчастны внутри, потому что они знают, как они это добились. Не опускайте руки перед первой сложностью, идите вперед и добивайтесь того, во что вы верите. Вот это будет настоящий успех. За это выступление Симона Фредиане отблагодарили аплодисментами. Отметив, что у итальянцев и русских немало общего, собравшиеся тут же поинтересовались, а знают ли гости русский язык. Я люблю Россию. Я Элиза. Я певица из Итан. Элиза Состер призналась, что она всегда была большой поклонницей русской литературы и музыки. А приехав впервые в Россию на этот фестиваль, еще по достоинству оценила русскую кухню и русскую водку. Нас удивила и восхитила ваша шоколадная картошка и водка. В Италию по экспорту, конечно, привозят Смирнов, но по забористости и потрясающим лечебным качествам с вашей она несравнима. Благодаря таким неожиданным открытиям из официальной беседа плавно перетекла в очень теплый дружеский разговор. Приятные впечатления эта встреча оставила и у студентов, и у гостей, которые на прощание исполнили для собравшихся зажигательную итальянскую песню. Татьяна Артеменко, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИН. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова